Итак, ребята, продолжаем шагать по курсу Hibia CSS3. Это канал MasterCSS, на связи Серега, спасибо за лайки. И в этом видео мы разберем с вами основные типы селекторов. Как я уже говорил, селекторы в CSS это что-то наподобие системы наведения, где мы конкретно указываем, к какому элементу сайта мы будем применять стили. И этих селекторов есть достаточно большое количество, и мы сейчас будем их разбирать. Итак, с одним из видов селекторов вы уже знакомы, это селектор тегов. То есть его суть заключается в том, что мы просто пишем название тега без... Обратите внимание, если в HTML идут угловые кавычки. В CSS мы просто пишем название тега без угловых кавычек. То есть вы уже видели, как мы оформили тег H1. Давайте мы здесь, например, просто напишем вместо этого font-size2-em. Это размер шрифта мы указываем. И в принципе мы можем так пристраститься к любому элементу. То есть, допустим, у нас здесь идет абзац тег P, если вы помните. То здесь в абзаце мы можем указать следующее P. И, например, указать цвет шрифта, решетка и 777. То есть он такой светло-серый станет. Давайте еще побольше, чтобы было заметно на видео. Это 999. Можно еще написать тип шрифта, стиль точнее. Это будет свойство font-style равняется italic. То есть мы сделали его таким подчеркнутым. То есть это будут все абзацы у всех тегов P на нашей странице полностью подчеркнуты. Однако есть здесь недостаток у таких свойств, у таких селекторов тегов, что они действуют массово. Массовая бомбардировка. То есть все теги, что есть на странице, они будут становиться именно вот такими. Поэтому мы можем использовать следующий тип селекторов. Это селектор классов. Давайте мы зайдем в файл index.html. И, например, здесь мы заменим вот этот тег h2 на тег P. И теперь зададим ему класс. Он задается при помощи атрибута класс. И здесь мы можем указать любое название. Обратите внимание на латинице. И там могут быть только латинские буквы, нижний дефис, подчеркивание, и цифры. Но вот этот класс, он не может начинаться с цифр. Например, давайте напишем следующее. Desk. Ну, то есть от слова описания. Description. Сохранимся. И теперь как мы можем оформить вот этот самый тег P. Давайте мы вернемся в style.css. И здесь, смотрите, мы просто пишем точка. То есть мы указываем, что это селектор классов. И пишем название класса, который указали в CSS. Desk. Вот он. И теперь мы можем написать, например, font-size. Здесь. Так. Ну, давайте 1 и 6. Давайте RAM. Давайте на RAM и везде поменяем. Я потом буду вам говорить, что это за величина такая. Так. Ну, а на CSS3 уже свободно используется. Так. И здесь давайте мы еще с вами добавим, например, текст transform lowercase. То есть lowercase означает, что все буквы у нас будут маленькими. То есть, несмотря на то, что у нас здесь идет буква U, большая, видите, он все равно начинается с маленькой буквы. Теперь следующий вид селектора – это селектор идентификатор. То есть, это когда мы здесь задаем атрибут ID и пишем равняется, например, red. Тоже точно такие же названия, как и в классах мы можем использовать. Но здесь есть одно отличие. ID. Помните, что он у нас может использоваться для якорей в ссылках. Он используется для скриптов, поэтому он должен быть уникальный на весь документ ваш. То есть, не может быть ID red два раза или три раза повторяться. Это будет работать, но это будет неправильно. То есть, это ID – это уникальность. Уникальный идентификатор. То есть, повторять его нельзя. Ну и точно так же, как получить классы, если у элемента в HTML есть атрибут ID. Мы просто здесь ставим уже не точку, а решетку. И пишем red. Видите? И здесь давайте напишем color red. И у нас весь текст стал, как видите, красным. Вот так вот. Еще одна важная особенность нашего ID-шника. Давайте, например, мы здесь напишем color решетка. Давайте 0, 0, 0. Я вызову сейчас цвет. Ctrl E. И здесь сделаем какой-нибудь там синий цвет, например. Вот уроки для начинающих синего цвета. Так, закрываем. Сохранимся. И теперь давайте вот этот ID-шник мы укажем не здесь, а здесь. И как видите, он, текст тоже стал красного цвета. Давайте мы даже поменяем в коде. Вы, наверное, помните про приоритеты, что повторяются стили, которые идут последними. Так. Мы вставим все это дело вот сюда. И обратите внимание, что несмотря на то, что цвет у класса идет после цвета у идентификатора, он все равно применяется цвет, который мы прописали к идентификатору. О чем это говорит? Что у нас стили у идентификаторов, они имеют больший приоритет, чем стили у классов. То есть об этом помните, потому что если вы сделаете там страницу, у вас там идентификатор, и вы через него задаете стили, а потом задаете класс и будете удивляться, почему не работает. Помните, что если есть идентификатор, у него стили будут считаться приоритетнее. Здесь может помочь следующее. Например, мы поставим восклицательный знак и напишем импотент. И тогда вот эти стили, они становятся главнее. То есть мы указали, что они важны и они должны быть самыми главными. Видите, да? То есть вот так можно перебить. Но чтобы вот этого не было, таких глюков, я рекомендую вообще не использовать идентификаторы при верстке сайтов. То есть мы их используем либо для якорей, либо когда у нас есть скрипты, которые работают через идентификаторы. Старайтесь всегда, когда будете верстать страницу, использовать сугубо классы. Раньше использовали и то, и другое, сейчас я советую использовать только классы. А идентификаторы, они именно для якорей и скриптов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова